Петр Толкач один из сотрудников кибердружины. Сейчас вместе с Анной Зотовой, членом общественного совета регионального МВД, они просматривают мессенджер Телеграм на наличие противоправного контента. Это общее определение, которое включает в себя и незаконный оборот наркотических средств, терроризм, экстремизм, продажу алкогольной продукции, незаконный горный бизнес и другое. Найденные ссылки они собирают в отчет, который направит соответствующий отделу МВД. Петр учится на юридическом факультете. В народную дружину вступил два года назад. А как только появилась кибердружина, не раздумывая пошел туда. Потому что сейчас наблюдается такая тенденция, что в основном сейчас не только активно совершаются правонарушения административные, как и уголовные, не только в действительности, но также и в интернете. Например, можем привести такие преступления, связанные с оборотом наркотических средств. Также связанные с доведением до самоубийства молодежи. Сейчас в кибердружине всего семь человек, но цифры, которыми можно похвастаться, есть. Анна Зотова рассказала, что за 2018 год в сети интернет выявили больше 900 ссылок с противоправным контентом. И не скрывает, что если бы было больше рук, то и результаты были бы выше. Поэтому она и разработала проект, который называется «Дружина 21 века». После прохождения обучения будет тестирование. Если ребята успешно пройдут данное тестирование, они получат удостоверение дружинников. После того, как они получат удостоверение и разобьются по направлениям работы, они будут отправлены на стажировки в разные ведомства. То есть это будет Центральный банк, Управление наркоконтроля, Центр противодействия экстремизму и Роскомнадзор России Паразанской области. Ну и еще несколько подразделений УМВД. Обучение начнется 28 сентября в Центробанке. Курс поделят на четыре блока. Незаконный оборот наркотиков, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика алкоголизма и табакокурения, а также повышение финансовой грамотности. Почему мы назвали проект «Дружина 21 века», а не «Кибердружина»? Здесь речь идет о том, что нельзя привязать работу только к сети интернет. Потому что интернет безграничен. Если мы говорим, что мы хотим не только заблокировать ссылку, но и найти человека, который совершает противоправное действие, нам нужно быть привязанным к Рязанской области. И когда мы выходим на рейды, собираем определенную информацию, если мы говорим про наркотики, это ссылки, которые работают именно на территории Рязанской области, микрофинансовые организации, которые работают на территории Рязанской области. То есть их уже легче отработать сети интернет и уже найти действительно ответственных, а не просто заблокировать ссылку. Прием заявок начнется 16 сентября. Предварительно на курсы записались 20 человек, однако планируется, что людей будет больше. Ведь преступность давно пробралась и в интернет, и нужно заниматься и этой проблемой. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...